А теперь обо всем по порядку. Развивать туризм. Доля этой сферы в экономике региона составляет всего 0,3%. Потенциал есть, но ресурсы не используют. Как изменить ситуацию говорили на заседании в областном Акимате. Ксения Куценко с подробностями. Северный Казахстан занимает первое место в стране по количеству озер. У нас 16 особо охраняемых территорий, 16 мест вошли в сакральную карту региона, 6 в республиканскую. За три последних года поток гостей на севере страны увеличился в два раза. Но загруженность объектов сегодня только 30%. Что нужно сделать, чтобы область стала интересной для путешествий? Во-первых, развивать инфраструктуру. На ремонт дорог к туристическим зонам в этом году выделено 3,2 миллиарда тенге. В первую очередь приведут в порядок пути к самым популярным местам отдыха. В Североказахстанской области разработаны 30 маршрутов, 12 из которых в Эртауском районе. В районе функционирует 37 объектов туризма, в том числе 4 детских оздоровительных центра на озере Айртавчик. В 2017 году район посетило более 30 тысяч туристов. Объем оказанных услуг в сфере туризма состоял 34,5 миллиона тенге, что больше сравнение с 2016 годом на 50%. 411 миллионов тенге в этом году направят на открытие 10 объектов в районе. Появятся новые базы отдыха, расширят уже действующие. Это самое перспективное с точки зрения развития туризма зона. Однако развернуть масштабную работу мешает отсутствие инфраструктуры, говорят туроператоры. Мы готовы инвестировать в данные зоны отдыха и модернизировать их. Достаточно денежные средства, однако отсутствует полная инфраструктура. Нет ни проезда, нет водоснабжения, электроэнергии. На территории Наспарка невозможно нигде поставить КТП. Вот опять-таки вопрос о сегментации земель. К сельскому округу они относятся или все-таки Наспарк? Это территория ГНПП Кокштау, выделена на 49 лет, долгосрочная аренда, позволяет которой строить капитальные строения. Но в связи с тем, что там особый режим охранных территорий, мы не можем туда инфраструктуру подвести, потому что землю не вывели. Работа эта как бы начата, комиссия создана. Мы сейчас землюстроительный проект разрабатываем по выводу из состава земель. При создании проектов важно учитывать климатические условия региона, подчеркивает глава области. Не нужно возводить массивные капитальные строения. Не толкайте людей на то, чтобы в обязательном порядке они строили очень крупные затратные конструкции. У нас время короткое, летнее. Надо делать то, что людям по карману будет. Очень много людей, которые ездят на машине, могут встать, в конце концов, в палатку поставить. Еще один важный фактор – чистота и порядок. Сегодня эти условия соблюдены не везде. Во многих туристических зонах необходим ремонт и обновление материально-технической базы. Очень многие базы, они в плачевном состоянии. Нет элементарных вещей. Антисанитария полнейшая. У нас доля туризма в экономике нашей области составляет всего лишь 0,3%. В деньгах это 3,5 миллиарда тенге. По стране 0,9%, то есть намного выше. Мы целенаправленно идем на то, чтобы делать дороги, инфраструктуру, безопасность, для того, чтобы побольше к нам приезжали. Сегодня в целом на эти направления выделяется более 20 миллиардов тенге. Приводят в соответствие гостиницы в областном центре, строят новые, но важно и обеспечить культурную программу. С этого года все музеи стали бесплатными. Историко-краеведческие уже посетили больше 22 тысяч человек, резиденцию Аблайхана – 10 тысяч. Я там получаю сигналы, что мы сделали бесплатный вход в музеи, а работники музеев отстраняются от работы. Мы из бюджета деньги выделили необходимые. Все, так ведь? Мы закрываем все расходы музеев наших. Специально для того, чтобы люди приходили побольше, чтобы никаких там препятствий не было. Наоборот, надо нам поинтереснее все это преподносить, понасыщеннее. Ресурсов в регионе по развитию туристической отрасли достаточно. Рыбалка, охота, озера с минеральной водой и лечебной грязью. В каждом направлении необходимо активизировать работу по поиску новых интересных и коммерческих проектов. Второй вопрос – повестки благоустройства. С южного направления завершается реконструкция Кубышского моста. Новый архитектурный облик предусматривает наличие узорного ограждения, светодиодного освещения, ширине 14 метров до 27. В микрорайоне Жас-Уркен производится снос жилых домов и прочих строений. Это порядка 500 домов и объектов. На сегодняшнем более 400 снесено. В данном микрорайоне ведется масштабная застройка. Появится в областном центре 51. Новая остановка 41. Из них – стабло, где будет информация о графике движения автобуса. Также несколько павильонов рядом с библиотеками и театрами сделают тематическими. Будут преображаться не только улицы, но и дворы. С областного бюджета выделено 600 миллионов тенге. За счет выделенных средств планируется провести ремонт на площади 94 тысяч квадратных метров. Это порядка 110 дворов. К работе по благоустройству необходимо привлекать спонсоров, отметил Кумар Аксакалов, и следить за качеством этих работ. Последняя тема заседания – работа ассамблеи. В области действует 26 однокультурных объединений, 175 районных. Общественный институт активно работает по нескольким направлениям. Благодаря институту медиации удалось в прошлом году урегулировать 1821 спор. 35 тысяч человек получили помощь в рамках благотворительных мероприятий. Это порядка 157 миллионов тенге. Мы на будущий год бюджет будем увеличивать. Мероприятия должны быть более качественные, более масштабные. Мы видим, что по отдельным этнокультурным объединениям работа идет недостаточно активно. Очень важно, чтобы молодежь участвовала. Молодежь этнокультурных объединений. Глава области поручил рассмотреть возможность открытия филиалов Кухамды Келесым в каждом районе. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.